Деловые новости В год развития промышленности, объявленного главой Карачаева Черкесии Рашидом Темрезовым, подписано соглашение о реализации в республике изделий медицинского назначения и расходных материалов. Подписи под документами поставили первый заместитель председателя правительства Карачаева Черкесии Хызыр Чикуев и заместитель директора общества с ограниченной ответственностью тип техника Эльор Рахматов. Данное предприятие находится в Бухаре. В мероприятии приняли участие члены республики, делегация из Узбекистана, руководителя регионального сосудистого центра Карачаева Черкесской Республиканской клинической больницы Марат Темрезов, генеральный директор общества «Новостен» Дмитрий Молчанов. В рамках визита делегация из Узбекистана познакомилась с промышленными площадками Черкеска, а также посетила республиканскую клиническую больницу и онкологический диспансер. Изначально рассматривалось производство только стендов, но впоследствии именно благодаря тому, что взаимодействие с онконцентром нашлись идеи и еще для ряда производств, тоже для безделий, используя технологии тип техники. Они как раз все вписываются в этой площадке идеально. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем реализовать этот проект. Как только мы получим одобрение Росздравнодзора, то есть уже будем готовы к производству. С нашей стороны будут созданы все необходимые условия, льготные условия. Социальная польза огромнейшая, конечно, у проекта. Мы поможем и спасем очень много жизней. Это, наверное, подход нашего главы. Это, в первую очередь, для нас важнее. Такую задачу ставит и глава. Тем более, если мы локализуем здесь производство медицинских препаратов, медицинских изделий. Это только плюс, я думаю, для всех. Уверен, что для инвесторов создадим самые благоприятные условия, окажем всевозможное содействие. Идея по производству медицинских изделий давно уже обсуждалась в главе Республики. Аршир Борисович очень был заинтересован в этом проекте. Я до этого рассматривала варианты запуска фармацевтического производства, некоторых других моментов. Но, на мой взгляд, поскольку уже давно этим занимаюсь, это очень реальная идея и очень реальный проект. И, самое главное, очень хорошие партнеры, которые действительно готовы взаимодействовать и готовы предоставить свои уже наработки. Я вот так же, как и Ирина Вячеславовна, я, во-первых, впечатлен тем профессионализмом, который, на самом деле, мы открываем. Вот наших уже будущих партнеров, можно сказать, уже настоящих партнеров. По многим вопросам мы были в лонкоцентре сегодня, в лонко-диспансере. То есть, и смотрели уже возможность производства, расходки именно в этом направлении. Одно из самых, как бы, достаточно агрессивных патологий современности, заболевания. И именно на медсанкции, наиболее из медицинских направлений, пострадавшие в этом плане направлений, потому что полностью был импорт, ну, зависимым, скажем так. И вот сегодня коллеги вместе с главным врачом, специалистами онкоцентра пришли к выводу, что можно на базе этого же завода производство стентов в стенты. Это была идея, но тогда, когда мы начинали проект, вот сейчас, но как бы уже можно смотреть широко, и можно производить расходные материалы более старые и в расширенном таком формате. У нас есть поручение главы, чтобы мы и дальше, и в этом направлении, и в других направлениях тесно могли сотрудничать и вы с вашей республикой, с вашей страной. Направление сегодняшней политики и в целом, и раньше направление в сторону наших бывших союзных республик, она была и остается дружественной, и мы будем это развивать сегодня. Вот первые шаги, которые в этом направлении, это считаем очень позитивно и в плане экономических отношений, и в плане наших дружеских отношений. Сильные идеи для нового времени. Слова, имеющие глубокий смысл, стали названием для форума самозанятых республики. Организовали мероприятия «Центр мой бизнес» Карачаева-Черкесии при поддержке регионального Минэкономразвития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Для 100 участников форума предусмотрели обучающие семинары, интерактивные площадки и розыгрыши призов. Форум «Сильные идеи для нового времени» стал масштабным событием, отметил исполняющий обязанности министра экономического развития Карачаева-Черкесии Артур Езау. Ленадная площадка собрала 100 сильных идей инициативных людей. Планка их высока – внести вклад в развитие страны и достичь национальных целей до 2030 года. «Основные сейчас образовательные площадки, которые мы обозначили, направлены на развитие, на то, чтобы данная отрасль была ещё более востребована. Хотя на сегодняшний день количество самоданцев в нашем регионе растёт. Их уже привылило за 19 тысяч, поэтому такие мероприятия очень полезны. Такие площадки у неё стали в доброй традиции». Как оформить свою продукцию так, чтобы она смотрелась презентабельно? А ещё как совмещать самозанятость с основной работой по найму? Рассказал президент торгово-промышленной палаты Карачаева-Черкесии Вадим Ким. «Торгово-промышленная палата, которая может помочь, есть разные какие-то условия, которые мы предоставляем. Как для самозанятых, так и для различного рода формы деятельности компаний. Всех рад видеть». Ещё одна хорошая новость. Предприниматели могут воспользоваться новой услугой по продвижению товаров, самозанятых на маркетплейсах. Им помогут не только зарегистрироваться на площадках, но и возместят часть расходов. На обучающий семинар пригласили профессионалов. Они рассказали, как правильно построить бизнес-процессы, чтобы не выгореть, а ещё как создать личный бренд для самозанятых. Юлия Логинова – бизнес-тренер. Она отметила, что наши предприниматели настроены серьёзно в построении собственного дела. «На самом деле вопросы действительно были интересные. Времени было на выступление очень мало, поэтому вопросы подходили в перерыве, задавали люди, что очень всё отзывается, начиная от страхов, которые испытывают люди, и вообще до принятия уникальности в себе и вообще, наверное, в своём продукте. И вот я как раз-таки говорила про то, как важно осознать себя во всём этом, и идти в это проявление, нести в массы как раз-таки себя, свой продукт, свой личный бренд». Было общение в формате ВКС. Рассказали о том, с чего начать продвижение при ограниченном бюджете, а именно, какие инструменты и соцсети актуальны в 2023 году в России для оффлайн и онлайн-бизнеса. О деятельности центра «Мой бизнес», о предоставляемых услугах, сообщил начальник центра поддержки предпринимательства Беслан Карданов. Затронули на семинаре тему финансовой грамотности. Опыт от участия в форуме будет обязательно применяться в развитии бизнеса. «Для меня было интересно попробовать себя в статусе самозанятого, именно легитимно правильного оформления своей работы, чтобы впоследствии не было никаких проблем ни с налогами, ни с государством, чтобы всё было предельно чисто и изверхально». Ещё были гости из Кабардино-Балкарии. Они решили обучиться у наших предпринимателей. «Мы приехали сюда целенаправленно на форум для самозанятых. Мы получили кучу положительных эмоций. Информативно, ярко. Очень понравился спикер Юлия Логинова. Именно почему-то от неё зарядилась прям и энергией, как личностный рост, так и профессиональный». В завершении мероприятия наградили самозанятых Корчаева-Черкесии. Победители получили денежные подарки на приобретение техники или продвижение в социальных сетях. Помимо этого, на форуме провели розыгрыш призов среди участников. Самозанятые получили в качестве подарков продукцию партнёров мероприятия. В Черкесии на базе центра «Мой бизнес» Корчаева-Черкесия состоялся круглый стол по проблемам социального предпринимательства. Его участники ознакомились с действующими социальными проектами. Обсудили актуальные вопросы этой темы в этом направлении. Что ещё узнали участники круглого стола и насколько полезной стала встреча? Сейчас узнаем. В мероприятии приняли участие бизнесмены региона, эксперты в области социального предпринимательства, представители профильных ведомств и общественных организаций. Фаррида Мачукова – одна из первых получила статус социального предпринимателя. Она полностью занята творческой работой. Флорист – человек, который прежде всего создаёт настроение, говорит о себе Фаррида. Мы занимаемся оформлением из живых цветов и воздушных шаров. Также подготавливаем сувениры и разные подарки для всех желающих. Социальным предпринимателем я стала в 2021 году, в тот год, когда только начинали принимать заявки на социальное предпринимательство в городе Черкесске. Стала одним из первых, как говорится. У нас работают инвалиды. И по первой категории трудоустройства граждан из социально незащищённых категорий меня признали социальным предпринимателем. В том же году, в декабре, я получила грант на развитие собственного бизнеса. Для экономического развития России социальное предпринимательство является важным источником, потому что одновременно решаются социальные проблемы и разрабатываются инновационные и уникальные продукты. Главный вопрос круглого стола – как создать финансово успешный проект, который одновременно приносил бы пользу людям. Так как социальное предпринимательство начинается с большого доброго сердца. Самое главное – желание служить обществу. И уже вторично – предпринимательская жилка. Очень полезное мероприятие для социальных предпринимателей в плане того, что мы сегодня получили обратную связь относительно того, какие услуги им нужны, какие потребности есть у нас. Вот сразу выяснилось несколько будущих направлений, финансирования, услуг для бизнеса, которые может реализовать на своей базе мы бизнес, в рамках тех бюджетов, которые у них существуют. И это будут именно те услуги, которые реально нужны предпринимателям. Они сейчас задумывались, они получили огромное количество информации, в том числе по грантам для молодых предпринимателей. А два молодых предпринимателя уже были переданы в работу Министерства по молодежной политике Корычаево-Черкесии. Соответственно, они будут ими заниматься, чтобы развить эти социальные проекты. Какими инструментами можно воспользоваться, чтобы бизнес и социальные проекты на территории нашей республики были более эффективными, качественными и быстро развивающимися? Какие действуют негосударственные меры поддержки? И какие фонды на территории России предоставляют беспроцентный кредит для социальных предпринимателей? Ответы на эти вопросы услышал каждый участник круглого стола. На сегодняшний день в стране есть все возможности для воспитания будущих представителей бизнес-сообщества. Для этого направления молодежь обучает предпринимательскому делу. Организовали занятия «Центр мой бизнес» совместно с мэрией Черкеска. Зачем и чему могут научить школьников на таких уроках? Я пока еще не выбрал сферу, но я думаю, эти уроки мне помогут определиться и дадут толчок к развитию. Занятия по обучению предпринимательского дела проводят в Центре молодежного инновационного творчества. Во время уроков школьники познают основы ведения бизнеса, учатся применять информационные технологии для решения актуальных задач и даже пробуют создать собственные проекты. Важны для успешного развития региона и страны. Стоит отметить, что поддержка инициатив молодежи, а также содействие ее предпринимательской деятельности указано в перечне основных направлений реализации молодежной политики. По мнению организаторов, открытый урок по предпринимательству для школьников способствует созданию непрерывной системы бизнес-образования и раннему профессиональному самоопределению учащихся. Обучение проходит в игровой форме. Общение строилось в формате вопрос-ответ. Наша программа – это такая профориентация для предпринимателей, для тех детей, которые интересуются бизнесом и видят себя в будущем бизнесменами. Министерство экономического развития КЧР проводит ежегодно грантовый конкурс для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. Как мы знаем, что любой гражданин России может уже с 14 лет открыть ИП. И, соответственно, ребята, которые пройдут такое обучение у нас сегодня, как-то поиграют в предпринимательство, уже в дальнейшем в этом году могут участвовать в грантовом конкурсе и получить деньги на создание реального бизнеса. Но это уже другая история, она более интересная и сложная. На встречу с молодежью пришли бизнесмены. У них за плечами опыт ведения предпринимательской деятельности. Они рассказали, как понять, что человеку действительно нужно. На самом деле я очень положительно удивлена. Они очень активные, креативные ребята, которые не боятся высказать свою мысль, которые не боятся того, что их мысль может противоречить своей мыслью, вроде как более авторитетным человеком. Это очень круто. И я думаю, это один из тех навыков, которые необходимы для лидера. В рамках дискуссии участники обсудили, какие ошибки могут возникать на старте, какую бизнес-идею выбрать, чтобы довести ее до конца, и что отличает предпринимателей, которые могут заработать миллиард. Участники были заинтересованы, потому что бизнесмены рассказывали на личном опыте свои труды, что вышло и что получилось. Я бы хотела создать свою кофейню, чтобы она была уютнее для всех жителей Карачао-Черкесской республики. Я надеюсь, что я не поведу в этой сфере. Мне нравится здесь обучаться. Тут очень хорошие люди, преподаватели, получающие много знаний. Все круто. Образовательную программу разделили на несколько дней. Она состоит из лекций предпринимателей практической части. Темы разные, но задача одна, а именно сформировать у ребят предпринимательскую компетентность, научить правильно оценивать свои ресурсы, чтобы знали, что такое инвестиции и могли определить вредоносные проекты вроде финансовых пирамид от реальных инвестиций. Предпринимателям Карачаева-Черкесии стал доступен долгосрочный экспресс-кредит на поддержанное оборудование. МСП «Банк» расширил линейку экспресс-кредитов для малого и среднего бизнеса. Новый продукт предусматривает предоставление до 15 миллионов рублей на приобретение бывшего в употреблении оборудования. Минимальная ставка – 10,25%. Срок кредитования составляет 5 лет с возможностью отсрочки погашения основного долга на 90 дней. Новый экспресс-кредит позволяет приобрести бывшее в употреблении оборудование без залога и без оценки его стоимости. Одно из немногочисленных условий – срок регистрации заемщика. Он должен составлять не менее 18 месяцев. Предпринимателям доступно упрощенное поручительство корпорации МСП с покрытием до 50% от суммы займа. Такое отражение экономическая действительность Карачаева-Черкесии нашла в нашем выпуске. Пускай все у вас в жизни множится и растет. Прибыль, успехи, здоровье и доход. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok